Александр Евгеньевич Русанин 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 А ему это все рассказал санитар Великой Отечественной войны, и когда он говорит, я увидел, как ты перевязываешь перевязку, он говорит, если бы мы так во время войны перевязали, мы бы половину раненых до медсанбата бы не довезли никогда. И научил его, и у них, а он был в медучилище учился, у них был конкурс, провели там, кто лучше и быстрее, значит, забинтует. Он занял первое место, сидела комиссия, и пытались сорвать эту повязку, ни у кого не получилось, чем больше тянут повязку, он руку, голову и ногу забинтовал. У всех остальных повязка, у кого сразу сползла, у кого вообще и так далее, и тому подобное. Я случайно по телевизору увидел, как бинтуют сейчас на спецоперации, я ахнул, понимаете, они так половину раненых не довезут. Поэтому, кто-нибудь сюда, ну, выйдите, я покажу вот на нем, покажу. Обычно, обычно, как-то бинтуют вот так, вот накладывают этот самый бинт, ну, руку вытяни, и вот, видите, ну, это все знают, да, и вот, а потом вы разрывают, обвязывают, и потом ее сдирают, и вся рана кровь ей идет. Очень просто, бинт скручен, кладу я ему на рану, и хвостик оставляю, вот он, хвостик оставляю, и начинаю смотреть там, где, чтобы меня миной не убило, и начинаю бинтовать. Бинтую, бинтую, я отвлекаюсь, мне ничего, а потом два этих хвостика узлом связываю, ни одна, ни один человек стянуть эту рану не сможет вообще эту повязку, понимаете, вот она, она уже легла, и я глазами смотрю, и я не боюсь, что она где-то сползет. Вот таким образом, если мне надо два бинта состыковать, я беру в одном бинте, прокалываю вот здесь дырку, прорываю, и во втором, один в другой, прям вставляю, и они как вот, ну, петелька, и узла нет, и продолжаю бинтовать, причем бинтую, не глядя, я гляжу по сторонам, я, у меня рука размачивает его, и все. Я прошу девушки, поедете, если на этот самый, обязательно там скажите, что надо срочно переучить весь личный состав, чтобы они правильно умели бинтовать, иначе, я говорю, половину ранее мы не довезем, просто не довезем до Мен-Санбаса, вот таким, что? Да, значит, второе, я хотел сказать большое спасибо нашей красивой женщине, вы знаете, всегда, когда выступает кто-то из Осетии, я обязательно всегда выхожу и говорю, вы знаете, осетины, это самый героический народ России, по числу героев Советского Союза на душу населения, осетины занимают первое место во время Великой Отечественной войны. Давайте похлопаем, осетины есть, есть осетины, вот. Два слова еще хочется сказать, вот вы видели, как выступает у нас уважаемый Андрей Аркадьевич, видели? Вы, в общем, обратили внимание, как я выступаю, да? Очень эмоционально, согласитесь? Эмоционально. Я хочу вам сказать, если вы сейчас выступаете не эмоционально, то лучше не выступайте вообще, пишите, что-то делайте, там все, но только не беритесь выступать. Потому что народ сейчас перегружен информацией выше оного. Эта информация, причем совершенно пустая информация, она забила голову, сколько там, где дети у Киркорова, понимаете, где там это все. То есть она абсолютно, люди уже вообще перестали любую информацию, даже важную для них, воспринимать. Но если информация подается на фоне какой-то мощной эмоции, люди пробивают, то есть они на эмоцию реагируют, и эта информация им туда в голову проходит. Поэтому выступать надо уметь, уметь надо работать всем с микрофоном, если вы хотите, чтобы вас слышали, не вот так вот говорить, понимаете, а чтобы вас действительно слышали все, слушайте себя, как вы на зал, тогда будет все хорошо. Ну и последнее, у меня три предложения от нашего форума важных. Одно я озвучил на своем выступлении пленарном. Предложить руководству России и Белоруссии сделать флаг Советского Союза, красный флаг, флагом союзного государства, и чтобы под этим флагом мы освобождали Украину, понимаете? Я вспоминаю эту бабушку, которая вышла к этим фашистам с красным флагом, понимаете? И как они ее вроде одарили, и как они надругались над этим флагом, я чуть не заплакал. Представляете? Вот если мы поедем под триколором, я вас уверяю, не поймут нас ни в Казахстане, ни в Узбекистане, ни в Молдавии, ни на Украине, но если мы пойдем туда с красным флагом, я вам точно говорю, мы победим. И вот я знаю, была когда война в Таджикистане гражданская, куляпсы шли с красным флагом, победили. Победили, то есть те вроде там как-то пытались, они победили. Поэтому красный флаг – это наше будущее, это раз. Аплодисменты красному знамени с правой стороны. О, вот он. У меня дома такой флаг, я его всюду с собой вожу, именно с серпом и молотом, именно со звездой. И когда мне вручали медаль в 100-летие СССР, мне вручили медаль, уже, уже вручили, я вышел и сказал, а как вы думаете, что я сказал? Что сейчас? Служу России? Служу Советскому Союзу? Нет. Я сказал так, как говорили до 43-го года. Служу трудовому народу. Трудовому народу! Я не хочу служить ни Чубайсу, ни этим сволочам, я служу трудовому народу. И вот под этим флагом, если мы будем все служить трудовому народу, трудовой народ откликнется на это, пойдет к нам с душой. И третье, значит, второе. Спасибо большое. А, нет, стой. Не уходи, не уходи, стой, 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 так, замри. Стой, конечно. Второе. У нас сейчас грядут новогодние праздники. Слышали про это? С 1 по 7 января Ельцин в очередном запое решил одарить россиян рождественскими каникулами. Раз на Западе есть, давайте будут и у нас. Но на Западе у них Рождество 25 декабря. Перед Рождеством идет пост рождественский у них. Заканчивается Рождество 25 декабря. И до Нового года у них идут рождественские каникулы. Они, так сказать, все по пути по уму. У нас Рождество 7 января. С 1 по 7 января это строжайший пост, понимаете, это последняя неделя, страстной пост. И у нас в этот момент устроили просто повальный страшный запой во всей стране. Надо срочно, чтобы Госдума приняла, и учитывая военную операцию, навсегда. Отменила новогодние каникулы в этот раз. Может быть переплюсовали эти дни к майским праздникам, если будет возможность. Но терпеть больше того, чтобы люди там гибли в этот момент. А тут наши, понимаете, магазины опустошали со спиртным. Я считаю, что это просто надругательство над здравым смыслом. Поэтому, я думаю, от нашего форума есть кто против? Нет. Единогласно решили отменить вот эти вот загулы новогодние, куршевельские, я называю их каникулы, которые устроила себе вот та самая так называемая элита. Надо запретить праздник алкоголя. Нет. Нет, надо заменить, надо, чтобы работали. Какая, какая... У нас было в Советском Союзе один выходной день, 1 января. 31 декабря мы работали до вечера на час меньше. 31 декабря. 1 января выходной, 2-го все выходили на работу. И надо эту традицию обязательно продлить. То, что нам предложили, это враг предложил, и он, так сказать, руки потирает. И третье мое предложение. Необходимо срочно, пока есть, ввести закон о запрете продажи алкоголя любой крепости и продажи табачных изделий и всяких приспособлений к ним для молодежи до 21 года. Это необходимо сейчас сделать, понимаете? Потому что основная масса этой молодежи сидит сейчас по барам, по ночным клубам, да, которая, понимаете, это... Которая должна в этот момент готовиться, готовиться к обороне Родины. И вот то предложение, которое озвучил священник Ткачев, вы, наверное, знаете, очень много он в этом. И он сказал, я, говорит, все бы передвижные военкоматы поставил возле ночных клубов, поутру каждому кобелю, который там, понимаете, плясал всю ночь, развратничал и пьянствовал, повесточку. И каждую субботу, воскресенье, чтобы он являлся военкомат и занимался военной подготовкой. А мы в это время проверим справедливость тех справок, которые ему позволяют пьянствовать, развратиться и скакать всю ночь, но не позволяют ему Родину защищать, он больной, понимаете? Я думаю, много там есть возможностей. Вот такие практические предложения. Ну, вообще, я рад, что в Казани, я считаю, что форум удался в это тревожное и сложное время, собрать столько людей. Спасибо большое местным организаторам. Спасибо Андрею Аркадьевичу. Вот. Спасибо. И было очень много интересного, в том числе и для меня, я честно скажу, было много интересных выступлений, и я многое узнал. Ну, надеюсь, я что-то интересное новое для многих рассказал. Тем более, что шла телетрансляция в интернет. Я думаю, в записи появится, и надо сделать какой-то фильм такой хороший, чтобы основные моменты, и пустить его как вот «Голос Отечества». Я думаю, это первый форум, его надо во многих регионах провести, как-то так, ну, приподнять, и самим приподняться, и народ приподнять. Спасибо вам большое. Аплодисменты Владимиром Георгиевичу. Подарок Владимира Георгиевича от фонда «Возрождение». Памятный подарок. Спасибо большое. Слово для приветственного выступления предоставляется нашему выступающему, уважаемому Валентину Игоревичу Назару. Валентин Игоревич, прошу вас аплодисменты Валентину Игоревичу. Он собрал просто большое количество молодежи вокруг себя. Валентин Игоревич, пожалуйста. Дорогие друзья, у нас, может быть, мы потом будем вспоминать это время, как последние такие спокойные времена, годы, дни, потому что ситуация весьма неспокойная, и она не идет к умиротворению. Значит, дело в том, что дальше, дальше, вот этот исторический водоворот, этот вот поворот истории, мы находимся практически внутри учебника истории. То, что сейчас происходит, потом будет описано, как величайший поворот цивилизационного нашего развития. Поэтому, значит, имейте это в виду, что впереди у нас нелегкое время. И вот мы все, набирая здесь знаний, имейте в виду, что на нас, на каждого из нас может упасть ответственность за людей. За людей. Потому что те, кто сейчас себя мнит очень большими даже начальниками, они как бы привыкли начальствовать в спокойное, мирное время. Они не умеют управлять в кризисных ситуациях. Я вас просто предупреждаю, что впереди очень тревожное время, поэтому будьте очень внимательны. Вот здесь вот вам дано как бы тренинг, тренинг на это будущее. Это как спасательный круг. Это может спасти и вас лично, и окружающих вас людей. Так что я желаю всем нам успеха в нашем деле, и мы очень правильное дело делаем. Спасибо. Ваши памятный подарок от фонда Возрождения. Большое спасибо. Снимите микрофон, пожалуйста, Валентин Игоревич. Спасибо. Алексей, сними микрофон. Спасибо. Спасибо большое. И, конечно же, так, всех ли я? Геннадий Семенович. Геннадий Семенович. Геннадий Семенович Чаурин, наш почетный полярник. Пожалуйста, вам слово, Геннадий Семенович. Я категорически приветствую предложение Владимира Георгиевича насчет того, что мобилизация официальная закончилась. Кто нам мешает мобилизовать сами себя? Потрудимся в это время. Собственно говоря, мы все время это трудились. Мы, кстати, с Андреем Аркадьевичем познакомились во время трудового этого отпуска в мире навыка, где нас привлекли для подготовки инструкторов-воспитателей обоих. В 2017 году это было. И мы в этом году обязательно продолжим обучение инструкторов. Это наш долг. Это наша мобилизация. Слава Богу. Второе предложение. Насчет красного флага. Замечательно. Только флаг... Владимира Георгиевича... Еще более тонкий, еще более пронзительный флаг был показан нам. Это алый флаг. Алый флаг, это не просто спокойствие, это стремление вверх, к духовному росту. Вот этот флаг именно оказался алым. Слава Богу, он явился здесь. И дай Бог вперед под этим алым флагом. Памятный подарок от Фонда Возрождения Геннадия Семеновича. И последнее, я скажу. Мы действительно находимся на переломе истории. Мы, от имени Левадии скажу. Мы северный деловой форум Левадия. В прошлом году мы здесь собирались, в Казани. И не случайно нас снова собрали. Как сказал Андрей Аркадьевич в одном из своих выступлений. Что происходит на Украине, это боль наша. Братское недоразумение. Надо разрешать. Там Запад воюет с Севером. Вот что происходит. И обязательно придет замирение. Когда Запад встречает иного, он его пытается уничтожить. Восток встречает иного, он его пытается обойти стороной, не встречаться никогда. А север, встретив иного, не согласного с ним, он ищет третьего, не согласного с обоим. И на троих соображают. И в этом смысле Казань, как представитель древнего тенгрианского этноса. Вот на троих мы сойдемся. И помиримся на зло всем бесам. Нашим и заокеанским. Помиримся. Обязательно сойдемся. Помиримся с Богом. Спасибо, Геннадий Семенович. Памятные подарок от Сонда Рождения. Благодарим вас за участие. Мы вас поздравляем. И желаем, чтобы у вас было... Слово для напутственного... Напутственного выступления предоставляется Алексею Анатольевичу. Алексею Анатольевичу Орлову. Алексею Анатольевичу, прошу вас. Аплодисменты Алексею Анатольевичу. Да нормально. Ну вот, форум у нас заканчивается. С одной стороны, я рад, что это мероприятие прошло. И низкий поклон всем организаторам, всем участникам. С другой стороны, как-то печально расставаться. Потому что много что еще есть сказать. Есть что обсудить. Есть о чем помыслить. Но у меня посыл такой. Со всеми предложениями я согласен. Они своевременные. И считаю, что когда идет война, первое время чумы нельзя устраивать. А сейчас именно первое время чумы у нас происходит. Как будто бы никто не замечает, что Третья мировая идет. И как будто никто не замечает, что гибнут наши братья, сестры. Причем самое печальное, что братья и сестры гибнут с обеих сторон. Стравили. Удалось. Удалось намерзаться, нас строить. В очередной раз. Ну ладно. Так вот. Все посылы, которые здесь я слышал от наших уважаемых спикеров. Слово не произошло. Выступающих. Были очень правильные. И суть всех посылов сводилась к одному. Вот где ты сейчас стоишь, там и поле Куликово. И если ты хочешь победить, если ты хочешь изменить мир к лучшему, начни менять себя. Если ты сам не вычищен, кого ты сможешь очистить? Если сам сидишь по уши в фекалиях, о какой чистоте ты можешь говорить? Поэтому внутренняя борьба превыше внешней. Нет победы внутри, не будет победы снаружи. Мы сейчас ответственны за весь мир, за наше будущее, за наше прошлое. Если мы это поймем, победа будет во всем мире. И будет мир во всем мире. Желаю всем здравомыслия, трезвого мышления, памяти о великих наших предках. О наследии, которые нам оставили. Желаю всем добра. Быть добрым. Аплодисменты, всем готовящий, памятный подарок от фонда Возрождения. Благодарим вас. Слово на приветственное выступление представляется нашему уважаемому Вячеславу Вячеславовичу Московскому. Аплодисменты Вячеславу Вячеславовичу. Не только знание силы Вячеслава Вячеславовича, но и тело сила. Здравствуйте, друзья. Еще раз. Ну я, значит, словами классика. Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Поэтому надо просто брать и делать. Делать то, что вы считаете вы можете делать. Стараться делать это ответственно, инициативно. И делать лучше, чем сегодня. Делать лучше, чем это вы делали вчера. Я думаю, наверное, это основа основ. Как бы расти через труд, расти через терпение. И, безусловно, расти через наше общее единство, единение, соборность. То, собственно, о чем я и говорил. Вместе мы все безусловная сила. Причем, когда я говорю вместе, это не только многонациональный русский народ. Это вообще весь мир на планете Земля. Нам нечего делить, нам не с кем воевать. Нам нужно научиться дружить и принимать. Поэтому с этими словами желаю вам всех, всем успехов. До новых встреч. Аплодисменты. Памятный подарок Вячеслава Вячеслава Вячеславовича от фонда возрождения. Большое спасибо, Вячеслав Вячеславович. Спасибо. Снимите, пожалуйста, микрофон. Слово для напутственного выступления предоставляется Константину Валерьевичу Антипину. Аплодисменты Константину Валерьевичу. Аплодисменты Константин Вячеславовича. То, что меня греет и помогает. Ну, а касательно такой практической части, да, что я бы хотел вам сказать. Вот не важно, сколько книг ты прочел. Важно, сколько книг ты понял. Понимаете? Вот здесь выступающие, уважаемые до меня говорили, что нужно переходить к практическим делам. Есть такой хорошей традиции. Вы знаете, там звезда упала, загадай желание. Да откуда оно? Первое, что пришло в голову, это значит и есть твое вот то самое настоящее желание. Вот я сейчас предлагаю чуть-чуть другое действие. Вот сейчас скоро звезда упадет, я вот точно знаю, заказывал. И вот у вас в голове пусть пронесется какое-то конкретное одно действие, которое, вот все было много спикеров, много выступающих. Да, и многие предлагали участие в каких-то проектах. Может быть, вы свой хотите сделать. Вот было бы здорово, если бы каждый из нас одно какое-то, но конкретное дело сейчас бы вот загадал, а потом бы его взял и сделал. Нужно много ходить по форумам, тренингам, читать книг, но пока ты не перейдешь к действиям, реальных изменений не будет. Готовы? Сейчас звезда полетит. И-ю, полетела полетела полетела. Все, загадали? Молодцы, ура! Будет так. До новых встреч. Аплодисменты, памятный подарок Константину Валерьевичу, антибинар фонда Возрождения.